всем привет уважаемые любители хороших игр с вами сергей вы на канале за север с games мы начинаем прохождение игры соли тишина это вторая часть в рамках серии игр под общим названием безмолвный мир игра выпущена немецкой студии первая версия игры аж 2009 году это у нас 2016 года игра рассказывается о продолжении похода мальчика из детского дома который себя в голове придумал вот этот безмолвный мир я не буду спалили первую часть потому что как показал трейлер игры нам буквально самого начала расскажу что было до этого и мы пойдем дальше ну как бы по сюжету а что же произошло с вот этим мальчиком там через 10 лет и как сложилась его дальнейшая судьба значит почему я прохожу именно вторую потому что первое мне просто не понравилось по визуалу вот не легла у меня душа к первой части именно просто визуально а здесь я посмотрел трейлер мне по очень понравилась отрисовка надеюсь вам понравится давайте не будем затягивать и поехали так у нас значит игра еще куда а новая грана но это рейни это вот эта девочка но это мальчик и бежим выкрытие а звук был сирены это сирена скорее всего о том что авиаудар готовится ну то есть обнаруженные самолеты до бомбежка а 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 И это вы называете детской игрушкой, нифига себе начало. Игрушка позиционируется как сказка, но вот с таким-то началом, вот с этой варежкой видно, что там погиб ребенок, он его не пустил, чтобы сохранить свою сестру, ну и самому остаться жить. И вот это называется веселая сказка. Да, салис, тишина. Ну ладно, начало очень грустное, надеюсь дальше будет веселее. Детей жалко. Блин, вот слов нет. Да, ладно, успокоились. Значит, это, как я уже сказал, детская сказка, это квест, квесты обещают быть не сложные, то есть здесь не надо будет, я там не знаю, применить противогаз к ведру с водой. Ну то есть здесь скорее всего нужно уходить, загадки должны быть логичны. Здесь так тесно и пыльно, мне ничем дышать, это ужасно. Ага, выберите один из вариантов диалога, чтобы успокоить свою сестру, то есть у нас еще есть здесь ветки по диалогам. А сказать ей, что последний приступ паники был очень давно. Мы справимся, Рэнни, или Рэнни, или Рэнни, как тут ее правильно называть. Мисс Клок говорит, что здесь опасно. Да что она вообще знает, это мисс Клок. А еще мисс Клок говорит, что у плохих слов чернеет язык. И равно здесь безопаснее, чем снаружи. Можно убежать в лес и спрятаться там. Нет. Можно вернуться в приют. Слушайте, кровь сбоку, с левой стороны, на дверце. Кошмар. Наверняка Сара и Мари нас ждут. Бомбежка все еще проходит. Мы застряли здесь. Неужели ты не понимаешь? Все, кто остался снаружи погибнут. Все до одного. Маленькие девочки не бессмертны. Они взорвутся, как и все остальное. Ну ты с сестрой, конечно. Я не хотел. Рэнни, я не хотел тебя пугать. Рэнни, прости. Забудь, что я сказал. Ну хорошо. Здесь ты в безопасности. Клянусь. Как мне утешить Рэнни? Так, щелкни по земле, чтобы перемещаться в указанную точку. Но это понятно. О, телевизор. Наведите курсор на один из доступных объектов. Ага, щелкните, чтобы... Ладно, давай сделаем кое-что. Что мисс Клокс точно бы не одобрила. Сегодняшняя битва завершилась массовыми потерями. Число уже пока неизвестно. Бомбардировка с воздуха продолжится еще какое-то время. Позитивные новости, позитивные. Так. А, нам показали абажур. Ты любишь театр теней? Смотри, Рэнни. Слоник. Ага, не помогло. А еще что-нибудь покажешь? Смотри, Рэнни. Собачка. Пистолет напоминает. О, дарь. Правильно, выстрел. А еще что-нибудь? Смотри, Рэнни. А, ну... Все. То есть, ассоциации слоника это с какой-то ракетной установкой. Собачка больше напомнила пистолет. Так. Здесь меню... А, есть. Все нормально. Наверняка в этом бункере есть что-нибудь, что развеселит Рэнни. Если на пробел нажать, он подсвечивает все активные области. Такая же точная история есть в гиббос, который мы проходили. Тоже нажимаешь, и у тебя подсветка областей идет, с которыми можно взаимодействовать. Итак. Это что? Носок. Смотри-ка. Это ведь носок, который я потерял неделю назад. Вряд ли я найду его пару. Носки делают парами. Но один всегда теряется. Да. Немного грустно. Согласен. Шкаф. О. Шкафу разбито зеркало. Обычное зеркало. Так, ладно. А, во, шарики. Окажется, в этом месте можно сделать что-то особенное. Перетащите и совместите оба символа. Нажмите левую кнопку мыши. Подсказка. Контру можно отключить настройках игры. А, кстати, я вспомнил, что всегда веселит ранее. Угадай, кто я? О, успокоилась. Ну? Ты на него совсем не похож. А теперь? Нет, у тебя даже помпончиков нет. И где капль? Спот. Ну, капль, спот, это... Где же мне найти шапку с помпонами? Хм. Не говоря уже зеленой супер гусеницы. Так вот, спот, это супер гусеница, как это в переводе он называет. Капль. О, она шарики забирает. Хм. И опять плакать. Так, так, мне нужна шапка с помпонами, да, написано? Осталось найти что-то похожее на шотовской колпак. Вот это, что ли? Нет помпонов. Гава ослика. А, у него голова с помпоном. Ну, с ушами в данном случае. Теперь не могу дорачиться, но для... Не, я это сделаю. И поговорить, да, наверное. Я хочу историю о безмолвном мире. Правда? А не хочешь, например, прорыгали алфавит или пропукали песню? Давайте лучше прорыгали алфавит тогда. Нет, расскажи историю про Капли и Седвика. Итак, это история о Седвике. И безмолвном мире. Конечно. И безмолвом... Ю-ху, и я. Прости. Ммм... Безмолвном мире. Седвик был клоуном, который никогда не смеялся и не любил, чтобы смеялись над ним. Он оставил дедушку, брата и цирк, чтобы пойти повидать мир. Но он был не один, ведь с ним был верный друг. Капль. Капль. Тоже помогал Седвику. И он превращался в разные штуки. В конце концов, они добрались до короля Безмолвного мира. Тебе нужна корона. И что-то еще для пророчества. Но не все сразу. Сначала корона. Вот, нам начинают рассказывать историю первой части. Ослика что-то с ножкой. И он загрустил сразу. Так, а корона, наверное, это амбажур, да? Скорее всего. Да. Ага, вот же она. Вот так, да-да, король Безмолвного мира. Он был добрым королем, но сильно захворал. А вместе с ним начала страдать и страна. Поля увяли, стены и города осыпались. Все пришло в упадок и разрушилось. Если бы король поправился, тогда бы развел и весь Безмолвный мир. Седвик хотел достать для него эликсир жизни, как и предсказывал Старый Оракул. Шанна не старая, верно. Она скорее вечная и таинственная. А где ее хрустальный шар? Ну, видимо, это лампочка. Да? Пока все логично. Ну, привет, хрустальный шар. Разве Шанна был такой шар? Конечно. Был. Это припрятан. Таинственная Шанна предсказала, что Седвику суждено спасти короля, но при этом он уничтожит Безмолвный мир. Конечно. Он в это не поверил. Он ведь хотел принести король эликсир жизни, да? Да. Но прибыв в замок, он понял, что Шанна была права. Ты помнишь, что ожидало его в тронном зале? Что переворачивает все вокруг, при этом не двигаясь? В тронном зале не было короля, только зеркало. В общем... А, что, найти зеркало, что ли? Ну, вот это... Да, зеркало. О, шарик упал. И когда Седвик осмелился заглянуть в зеркало, он не увидел клоуна шапки с помпонами. Он увидел больного мальчика, готового, наконец, снова открыть глаза или закрыть их навсегда. И затем мальчик был... И этим тем мальчиком был ты. Ты заболел и долго спал, а Седвик, Капель и Безмолвный мир просто тебе приснились. Да. И что? Что же сделал Седвик? Он разбил зеркало и погубил свой мир, чтобы спасти тебя. Ты был королем Безмолвного мира. А, ух ты. Безмолвного... Безмолвного мира. Рейни! Рейни! Вот такая вот история первой части. То есть, все прохождение было построено на том, что мы добываем якобы вот этот эликсир для больного короля в этом мире. А оказывается, что это в сознании ребенка все происходило под шквальным огнем. Черт. Рейни, что с тобой? Рейни! Сражаясь с третьей волной. Бежевый артиллерийский обстрел. После долгих месяцев затишья. А что, все, играть можно, да? Начнем по порядку. Расчистить обломки. Так. Боль снова разгорелся. Так, бетонная плита. Трогическое нападение. Удерживайте кнопку, плавно двигаясь. А, удерживать и туда. Да. Поиска ожидают приказаний. Так. Тут Ослика завалила. Рейни! Где ты? Тяжелые потери. Для выбора подсказок или подсвечивания активных зон нажмите среднюю кнопку мыши или про... А, ну тут только это понятно. То есть, у нас еще только средняя кнопка мыши есть. Ослик? О, Ослик. Я привык к пробелу после Гибблз, поэтому мне через пробел проще. Хотя игра подразумевает, что вы можете играть даже просто одной мышкой. Все управления на одной мышке. Так, темнота. Рейни! Где ты? Так, а с этой стороны тоже темнота. Сражаясь третьей волной. Где ты? Понятно, ничего интересного. Так. Это что? Бетонная плита. Какую сторону двигать? Наверх. Да нет. Это что там такое? Носок? Ох, слава богу. Не понял. Из этого носка я сделал куклу. Ух ты. Похоже на яйцо, из которого вывыпился капли. Как странно. Капль? Ты там? Что-то я не понимаю. Он же вроде был в реальном мире. не понял. Рейни! Боже мой, ты жива! Где ты? Ну а? Дурацкая рухлядь. Телевизор что ли? О, молкни уже. Заткнись, наконец. О, пнуть можно. Замолкни. Так, нам тут... Ну а? Рейни! Да нет. Нам тут осветили помещение. А, но только ничего не добавилось, кроме молотка. Сдохни, наконец. И капец телевизором. Молодец. Красавчик. Немножко непонятно. Он вроде бы был в реальном мире. Вот этот бункер, это реальный мир. А капль, это уже элемент фантазийного мира. Что это? Куда этот странный свет? А это у меня, наверное, то, что в сумке, да, яйцо? Неужели его засыпало? И это все ему кажется. Просто пометуя о сюжете первой части, в конце такой неожиданный поворот был, что оказывается, мир нереален, и мы помогаем мальчику, и все это происходит у него в голове. Неужели это тоже оттуда же? О, вон она, вон она, вон она, я ее вижу. Что, где я? Здесь повсюду штуки из безмолвного мира. Это сон? Ну вот, что-то, видимо, произошло. Просто так бомбежка для него не закончилась. Он опять погрузился в этот мир. Вон она. Только почему-то в этот раз он с сестрой. Что это? Я уже иду. Стой на месте. О-хо-хо-хо-хо. Назад в бункер. Источник. Пройти по туннелю и найди свою сестру. Источник. У, гадкая и липкая. Мой старый вагончик. Что есть? Старый вагончик Седвика. Ага. Зонтик. Так, это можно прыгнуть на зонтик. Статуя. Я знаю, что это. Этой штукой Седвик разбудил калиду. Ну, это все отсылки к первой части. Я не знаю, кого он там будил. Ну, вот, видимо, чем-то вот этим он разбудил. Кто? Где я? Доспех. В прошлый раз, когда я видел эту броню, ее носил повар. Надеюсь, он уцелел. А зачем повару броня? От недовольных клиентов защищаться? Так, ладно. Монетарный механизм. Кажется, монетарный механизм из замка в безмолвном мире. Поезд. На этом поезде я летел по небу. Кажется, он сломан. Так и все вокруг. Так, еще рельсы. Она прошла здесь. Так. А, либо сюда, либо сюда. Лобус. Может быть, я смогу прыгнуть на него. Котел. Это правда котел деда Седвика? Туман. Мама дорогая, там что-то шевелится? Или мне мерещится? И что из этого страшнее? Ну, ну, по короткому маршруту нам, скорее всего, не дадут пройти. Скорее, нужно найти Рыни. Не дадут. Надо обходить. Он не выдержал нагрузок. Утопили все. Ну, тогда идем через часы. Алле. Оп. Стоим. Так, Теперь на глобус. Я могу прыгнуть туда. Если совладаю со страхом высоты и вообще со всеми своими страхами. Ради Рыни. О, 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 подождите, подождите, а что делать? А, держать надо равновесие. Все, 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 тихо, тихо, есть. О, надо быть готовым еще к таким поворотам. Тут не просто так. Глобус утонул. Еще один мир разрушен моими руками. Эй, даже просто глобус. И я не Сэдли. Ладно, выдохнули. Дальше. А дальше куда? А, вот сюда. Кто? Кто ты? Рейни, что ты делаешь? Нет, останься там. Рейни! Какая непослушная сестричка у нас. А че? Ну, завазь, ну. А, не прокатило. Ладно. А теперь куда? А, вот монетарный механизм. И, и наверх. да, А, вот, на рельсы. Все, 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 нормально. Дальше. И все, да? И на рельсы. А, ну и на выход. Давайте мы на этом завершим первую серию. Увидимся в следующий раз. Всем спасибо за внимание. С вами был Сергей, он же север. Сыграйте в хорошие игры, получайте от них только удалось. Всем спасибо и до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...